Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Дорога в один конец. В Бобруйском троллейбусе произошел несчастный случай. Как это было? Пепелищие вместо отчего двора. В Барановичах-3 люди остались без крыши над головой. Кто виноват? Месть за увольнение. Вооруженный мужчина захватил заложников в ресторане. Только у нас уникальные кадры с места ЧП. Не доехало. В Бобруйском троллейбусе произошел несчастный случай. ГАИ ищет свидетелей. Женщина села в двойку в 10 утра. Общественный транспорт ехал по Минской в сторону Октябрьской. У остановки Шмидта пассажирка упала и получила травмы. Правоохранители просят очевидцев позвонить по телефонам, указанным на экране. Еще одна пассажирка пострадала в Климовичах. Там легковушка влетела в автобус. Иномарка ехала по трассе Климовичей-Костюковичей-Границы РФ. Водитель пошел на обгон по встречке и врезался прямо в бампер рейсового транспорта. Хозяина авто и пожилую пассажирку автобуса госпитализировали в больницу. Водитель МАЗа и другие люди в салоне не пострадали. На Могилевщине сгорел дом. По версии спасателей, пламя возникло из-за тлеющего окурка. Когда бригада МЧС приехала на место ЧП, постройка была охвачена пламенем. Пожар уничтожил стену. Деревянные балки под крышей сгорели дотла. Пристройка из газосиликатных блоков выстояла. Что стало с хозяином, неизвестно. Тем временем, выходные бобруйских спасателей тоже прошли с огоньком. В поселке Ленино вспыхнуло зернохранилище. В деревне Барановичи-3 частный дом. Мой коллега Максим Кембель передает с места ЧП. В поселке Ленино загорелось зернохранилище. Женщина, живущая неподалеку, увидела огонь и забила тревогу. Позвонила пожарным. Пока спасатели ехали к месту ЧП, все вокруг заволокло дымом. К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение деревянных поддонов под навесом. Огнеборцам удалось вызволить из лап стихии 200 тонн кормового зерна. Тем не менее, в администрации объекта подсчитывают убытки. Хранилище напоминает место боевых действий. Повсюду выжженные дотла поддоны. Металлическая стена от огненного жара пошла волнами. Причину возгорания выясняют. Тем временем, в деревне Барановичи-3 люди лишились крова. Горел частный дом. По словам соседей, ночью языки пламени виднелись за сотни метров. У хозяина среди сельчан дурная репутация. Каждый день пили. Не работали они, да? Нет. Нашли и газовый баллон, и вроде самогонки бак. Владелец дома успел выскочить на улицу. Остался цел и невредим, чего не скажешь про его сожительницу. Женщина получила ожоги рук второй степени. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, имущество внутри дома. Обуглены стены внутри и снаружи дома. Повреждена хозяйственная постройка, которая находилась на расстоянии 6 метров. В обоих случаях, отмечаю спасателей, в помещениях не было пожарных извещателей. Эти устройства реагируют даже на небольшие задымления и в разы увеличивают шансы сохранить имущество. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Ни денег, ни машины. В Могилевской области вычислили 26 нелегальных таксистов. Все как один работали без регистрации. Инспекторы МНС выписали каждому квиток для оплаты единого налога. Бомбил и раскошелятся почти на 4 тысячи. Три человека в догонку получили внушительный штраф – 700 рублей. Их машину отправили на штрафстоянку. И родивых водителей занесли в черный список. Привет из прошлого. Мужчина продавал в интернете нацистскую фуражку, кружку и знаки отличия Третьего рейха. Милиция поймала злоумышленника прямо во время сделки. Дома у задержанного нашли еще один запрещенный значок. Оперативники составили административный протокол. Суд оштрафовал предприимчивого могилевчанина на кругленькую сумму. Кошелек или жизнь. Молодой человек захотел сэкономить, но остался ни с чем. Парень отправился за наушниками. Параллельно в магазине обратил внимание на холодильники. Приценился. Тут же подошел прохожий, предложил отправиться к нему домой и выбрать подходящую технику. Мужчина заверил, кухонные приборы с рук стоят в разы меньше. В квартире злоумышленник схватил молодого человека за горло и вытащил кошелек. Возбуждено уголовное дело. В Японии вооруженный ножом мужчина захватил заложников. Злоумышленник ворвался в ресторан, взял в плен детей бывшего босса, забаррикадировался на третьем этаже. Двух дочек хозяина заведения он удерживал шесть часов подряд. Полицейские провели целую спецоперацию по спасению. Оцепили здание, загородили вход брезентом. Вскоре мужчина сам сдался стражам порядка и полностью признал вину. По предварительной версии, бывший сотрудник пытался отомстить шефу за недавнее увольнение. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА